Планета ТВ 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 города. Наши члены совета активно участвовали в этих послушаниях и обсуждениях. Кроме этого, все члены совета участвуют в постоянных комиссиях и советах при администрации города в шести комиссиях. Среди них общественный совет при главе города, кондиционный совет по работе с инвалидами, с молодежью и патриотическими движениями, ну и другие комиссии тоже. И также в течение года у нас был важный вопрос, который мы содействовали в решении этого вопроса по защите интересов граждан по отмене норматив потребления ЖКХ и по отмене выплат за капремонт для граждан старше 70 лет. По заявлению ветеранов-инвалидов мы рассматривали такой вопрос. Создавалась рабочая группа с предложением различных людей. То есть то, что у нас состоит в работе по этому вопросу. Кроме этого, у нас было заявление руководителя регионального общественного движения «Алтай-Курлтай» о расширении в муниципальной газете «Вестник города Горно-Алтайска» страниц на алтайском языке. То есть по этому поводу была создана рабочая группа совместно с представителями «Алтай-Курлтай» и с администрацией города Горно-Алтайска и с общественным советом и соответственно с бурным вестником. Обсудили все эти вопросы. В итоге по работе рабочей группы был доложен результат в совет. Совет принял решение оставить все-таки страницы в том объеме, в котором они на сегодняшний день присутствуют, но изменить содержание этой страницы и наполнение этой страницы. Это должно делаться именно от мнения общественности. Далее в ходе заседания были заслушаны отчеты о реализации проектов общественных организаций победителей муниципальных конкурсов грантов. Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ГАГУ рассказала о реализации проекта «Фестиваль многоликовой планеты». Горно-Алтайская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов отчиталась о достижении своего проекта «Моя семья, мой мир здесь и сейчас». Региональная общественная организация Федерации пауэрлифтинга Республики Алтай представила результаты проекта наравне со всеми, а региональная общественная организация «Помощи бездомным животным котопес» рассказала о достижениях проекта «Маленькая помощь лучше, чем большое сочувствие». Победитель второго конкурса грантов «Автономная некоммерческая организация Алтайский зодчий» рассказал о работе по реализации своего проекта с открытым сердцем, с добрым словом. Этот проект рассчитан на три года, за которые в Горно-Алтайске будет построен духовно-просветительский центр для организации духовно-нравственного, гражданского, патриотического, художественно-эстетического воспитания детей и молодежи. Также члены совета определили для себя приоритетное направление работы в этом году и тему следующих заседаний. Городская планерка муниципальных служб и ведомств прошла в минувший понедельник 16 января в актовом зале администрации города. Какие вопросы стоят в фокусе внимания городских властей сегодня, расскажут мои коллеги. Первое в этом году городская планерка началась с приятных событий. Первый заместитель главы города Ольга Сафронова напомнила о достижении Горно-Алтайска в области экологии. Конкурс назывался «Климат и ответственность». В этом конкурсе оценивались субъекты и столичные центры субъектов Российской Федерации на предмет эффективности проведения работ, связанных со снижением парникового эффекта. Вы знаете, наверное, и слышали все, что город Горно-Алтайска занял в этом конкурсе первое место в прошлом году. Далее первый ВЦМР вручила благодарственные письма за содействие в подготовке участия Горно-Алтайска во Всероссийском экологическом конкурсе «Климат и ответственность» директору регионального института экологии Юрию Робертусу и специалисту по экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Асимжане Майжегишевой. В связи с юбилеем почетной грамоты администрации Горно-Алтайска была вручена директору сети столовых школьник Надежды Попеляевой. Далее представитель Горсовета Юрий Нечаев наградил победителей и призеров городского конкурса на лучшее оформление фасадов зданий. Как мы уже рассказывали в предыдущей передаче, среди органов госвласти первое место заняла лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Республики Алтай, второе место у здания Управления Роспотребнадзора, третьим стало здание прокуратуры Республики Алтай. В номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий торговли» в тройку победителей вошли торговый павильон «Русский фейерверк», гостиница «Игман» и магазин «Ювелия». Среди зданий образовательных учреждений первое место у городского Центра детского творчества, второе место у средней общевыразовательной школы номер один, третье у средней общевыразовательной школы номер двенадцать. Далее планерка продолжилась в рабочем режиме. Со своими проблемами в мэрию пришли трое жителей Республиканской столицы. Надежда Ведерникова рассказала о своих проблемах с долгами за электроэнергию. «Сказали, что мне отключат электроэнергию, все это в том деле». «Я не знаю, что это происходит». «По какому адресу вы проживаете?» «Не переживайте, мы поможем вам, разберемся, потому что до Нового года тоже работали с этим вопросом с Алтай-Энергосботом». «Юль Сергеевна, помечайте сегодня с Алтай-Энергосботом». Наталья Савинова пожалась городским властям на плохую очистку переулка Гоголя. «Я звонила два раза сюда дежурному, и в горпромхоз звонила. Вот знаете, он приезжает, он видать вот это, то, что свежее упало, он столкнул. И еще, как бы я технически не понимаю, трактор колесный. Мы живем с 98-го года, нас всегда чистил бусиничный. Вот этот тяжелый, он пройдет и все вычистит. А этот, он как попало, и вот, верите, нет. У нас вот привезли уголь, машину топло, потому что колея, он упал только. Мы всем перелоком выталкивали эту машину. Вот к нам не может ни скорая помощь подъехать. Вот сейчас элементарно, не надо вызвать, ну, канализацию откачать. Она не пройдет. Вот, пожалуйста». «Сервис Владимирович, кто у нас там подрядная организация?» Владимир Михайлович. «Владим Михайлович, тоже здесь с нами трактор.» «Поясню, значит, улица – это второго плата без вывозки снега. Снег мы там чистим регулярно и по графику. Это первое. Второе. Хотелось бы сказать это посетителю, я на нее личное что-то не имею. Значит, у нас 50 и более процентов проходит трактор, и люди выбегают с лопатой, выбрасывают этот снег. Этот снег здесь же прикатывается, образовывая определенную горку. Чистим мы там, гоглия, ваше постоянное». «Наталья Николаевна, вы идут сегодня, разберутся. Нам надо с пониманием тоже относиться. Снега много нынче». Далее Ольга Сафронова рассказывала об основных акцентах работы текущей недели. «Значит, на неделе мы планируем провести совместное совещание с нашими предпринимателями по уборке снега и по боярышнику. К сожалению, те рейдовые мероприятия, которые были по итогам вот иркутской трагедии проведены в конце прошлого года, дали свои положительные результаты. Нашли у нас массу более тысячи литров спиртосодержащей продукции, которая вредит здоровью и все остальное. 19-го в четверг у нас состоится заседание совета по межнациональным и религиозным вопросам. И 15-го числа у нас в городском доме культуры состоится рождественский концерт воскресных школ города и республики Алта. Это 15-го. Напомним, расширенные планерки городских служб проходят теперь в первый понедельник каждого месяца. В связи с новогодними праздниками в январе планерка прошла лишь 16 января, однако со следующего месяца она пройдет по графику. Февральская планерка запланирована на 6-е число. Имена лучших учеников городских школ в трех возрастных категориях определяют сегодня в Гурналтайске. Каждому из 25 претендентов необходимо продемонстрировать свои творческие способности, интеллектуальные данные и находчивость. Конкурс ученик года 2017 это традиционный конкурс, который проводится во всей России. И сегодня стартовал очный этап конкурса города Гурналтайска. Конкурсы принимают традиционно участники старшей, средней и младшей возрастной категории образовательных учреждений школ города. В этом году 25 участников представляют свои образовательные учреждения. Тематика конкурса в этом году это год экологии, поэтому одним из этапов конкурса является экологический кодекс жителей земли, где ребята представляли свои видеозарисовки на данную тему. Атмосфера конкурса достаточно теплая, доброжелательная. Много из детей, которые присутствуют в зрительном жале, уже подпробовали себя в этом конкурсе и достаточно уверенно помогают тем конкурсантам, которые участвуют в нем в первый раз. Победителей конкурса ждет замечательные призы от наших спонсоров и, конечно же, представление города Гурналтайска на региональном этапе конкурса. Он будет в марте. Традиционный городской конкурс ученик года является отборочным перед региональным. В нем принимают участие учащиеся 4-11 классов со всех учебных заведений Гурналтайска. В этом году участников помимо традиционных заданий организаторы приготовили этап, посвященный объявленному году экологии. Каждый конкурсант представил свою видеозаристовку на тему «Экологический кодекс жителей земли». Ты впервые участвуешь на уровне города в «Ученике года». Какие эмоции, впечатления, что страшно, что волнительно даешь? Ну, настроен на победу, конечно. Но есть волнение. Без этого никуда. С чем связано волнение? Ну, с прогрессом, с выступлением. Этапы конкурса в этом году, ну, они каждый год меняются, да? Когда вы, а не что организаторы приготовили для вас, что вы должны были сделать? Ну, в первом конкурсе мы должны были представить себя, типа визитки. А во втором рассказать о своей стране. Ну, в третьем это уже там задают темы на экологию и надо будет ответить, составить цепочку действий. Подведение итогов и награждение победителей пройдет завтра, 19 января, в актовом зале лицея номер 6. 13 января в Республиканском центре дополнительного образования города Горнолтайска прошел первый республиканский фестиваль робототехники «Робостарт». На фестиваль были приглашены школьники, студенты и преподаватели учебных учреждений из всех районов республики. В состав экспертного жюри вошли опытные преподаватели школ города Горнолтайского университета, технического колледжа, центра «Интелроб». Гостей фестиваля приветствовал министр образования и науки Республики Алтай Алексей Викторович Бондаренко. Я очень рад, что вы сегодня приехали к нам в центр республиканского образования. Это, конечно, Майминский район, город Горнолтайский, Чуйский район, Дурачевский. Я надеюсь, что и на последующие годы мы эту географию обязательно расширим и привлечем еще больше увлекательных людей для того, чтобы раскрыть все ваши таланты. Я сердечно вас поздравляю, желаю вам успешной работы, творить и умирить, и мы будем вместе радоваться с вами. На торжественной церемонии открытия были продемонстрированы образовательные видеоролики и разыграны театральные миниатюры с участием роботов, подготовленные силами участников творческих кружков специально для фестиваля. Результаты научно-технического творчества детей были представлены на выставке проектов. Здесь можно было увидеть множество интересных, необычных устройств. Ткацкий станок, собранный из деталей Лего, несколько вариантов элементов систем умного дома, автоматическую кормушку для птиц и, конечно же, самодельных роботов. Многие проекты имели оригинальные технические решения, которые удивляли даже опытных экспертов. Победителями конкурса стали проекты ребят из Верхбийска, а также горно-алтайских школ номер 3 и номер 6. На соревнованиях движения по линии сражались роботы, собранные на платформах Лего и Ардуино. Причем прохождение дистанции выполнялось полностью автономно, без участия человека. На этих соревнованиях траектория движения робота обозначается линией, а роботы означены датчиками, способными распознавать свет. Задачей ребят было запрограммировать поведение робота, чтобы он прошел дистанцию максимально быстро и не сбился с пути. Быстрее всех в этом виде соревнований были представители школ Кызалозёка, Паспаула, Горно-Алтайского университета. Другим видом соревнований стало автономное движение робота по дистанции с препятствиями. Здесь ребята программировали движение робота, объезжающего препятствия на своем пути, основываясь на датчиках расстояния. Соревнование выиграла команда центра Intel Rob школы номер 6. Во второй части фестиваля прошел мастер-класс проектной школы, в которой ребята смогли самостоятельно собрать свои первые схемы на платформе Ардуино, познакомились с опытом работы школьников других регионов, узнали о предстоящих соревнованиях. Большой интерес вызвали битва с искусственным интеллектом по шахматам и проектная школа «Зеленые роботы», которая направлена на применение роботов в охране природы. Ребята из разных школ активно общались и помогали друг другу. Старшие охотно делились секретами программирования и конструирования с младшими. Многие зрители и участники высказывали заинтересованность в продолжении подобных мероприятий. Пожалуй, главным итогом фестиваля стало большое количество новых заявок от ребят, желающих начать заниматься робототехникой и программированием. Это означает, что цели и задачи первого республиканского фестиваля «Робостарт» были достигнуты. 21 и 22 января в ГДК. Палитра меха. Норка от 29 тысяч рублей. Мутон от 9 тысяч рублей. Акция. Побед. Двойная скидка. Проверьте цены с 10 до 19 часов. Вот уже который год вся страна следит за пародийными телепроектами, где одни звезды эстрады с помощью гримеров и костюмеров перевоплощаются в других. У жителей нашего города тоже есть возможность увидеть подобные чудеса. Только не с экрана телевизора, а вживую, на сцене. 26 января в Национальном театре Республики Алтай грандиозное шоу двойников с участием лучших артистов пародийного жанра нашей страны. Шикарные костюмы, море юмора и, конечно, самые известные хиты. Театр пародий уже много лет с успехом выступает в различных городах, но в Горно-Алтайске такое большое шоу пройдет впервые. В программе публику ждет много сюрпризов. Кому-то повезет доверить свою прическу в руки гламурного стилиста, а кто-то споет дуэтом с главной проводницей шоу-бизнеса. После выступления зрители ждет бесплатное фото с артистами. МВД по Республике Алтай предоставляет государственную услугу по проведению добровольной доктилоскопической регистрации. Данная услуга оказывается в дежурных частях МВД по Республике Алтай и его территориальных органах, а также подразделениями по вопросам миграции. Государственная доктилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией Российской Федерации в соответствии с принципами законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания добровольности и обязательности. В жизни каждого человека происходят события, не всегда напрямую зависящие от него самого. Природные стихийные бедствия, техногенные аварии различного рода, дорожно-транспортные происшествия и иные неприятные ситуации, когда установить личность без документов просто невозможно. В указанных случаях доктилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь, поэтому такая регистрация прежде всего важна для самих граждан и их родственников. В отделе по вопросам миграции в прошлом году была проведена добровольная доктилоскопическая регистрация около 800 граждан Российской Федерации. Эта государственная услуга оказывается совершенно бесплатна и используется она в дальнейшем для того, чтобы установить личность гражданина при утрате им документов, при опознании гражданина в случае, если он сам не может подтвердить сведения о своей личности, также для раскрытия предупреждения и расследования преступлений. За этой государственной услугой вы можете обратиться в отдел по вопросам миграции в городе Гурналатайский на проспект Коммунистический, 42 на втором этаже. Телефон для справок 92576. Для того, чтобы пройти добровольную доктилоскопическую регистрацию, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт для совершеннолетнего гражданина и свидетельства о рождении, если такую доктилоскопическую регистрацию хочет пройти несовершеннолетний ребенок. Особое значение доктилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, доктилоскопия поможет родственникам найти пропавшего человека. Министерство внутренних дел осуществляет прием заявлений граждан лично, через законного представителя или многофункциональные центры. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-пешеходов, на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». В Горн-Алтайске к проводимому мероприятию присоединились представители средств массовой информации и Общественного совета при МВД по республике Алтай. Член Общественного совета Эжер Татин осуществлял контроль за правомерностью действий сотрудников госавтоинспекции и проводил профилактические беседы с автолюбителями. Общаясь с водителями, представитель общественности напомнил о необходимости соблюдения водительской этики и культуры и вручил памятки о взаимодействии с инспекторами ДПС, в которых разъясняются основные права участников дорожного движения. За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД было выявлено 152 нарушения правил дорожного движения. Задержан один водитель, находившийся в состоянии алкогольного пенения. Отстранено от Управления транспортным средством 8 граждан, не имеющих права управления. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 12 пешеходов. Представители общественности и сотрудники ГИБДД отметили, что проведение подобных мероприятий будет способствовать повышению уровня культуры поведения на дороге, а также поможет избежать конфликтных ситуаций между водителями и автоинспекторами. Уважаемые телезрители, мы познакомили вас с некоторыми событиями, прошедшими в минувшую неделю в республиканской столице. Теперь панорама недели становится еще более доступной. Владельцам смарт-телевизоров, смартфонов и планшетов достаточно установить на свои устройства бесплатное приложение Винтера и смотреть нашу программу на канале «Планета ТВ». строке и видеосюжеты из жизни нашего города совершенно бесплатно. Обращаться в город Горноалтайск, проспект Коммунистический 56. Подробности по телефону 2-11-00. Смотрите панораму недели еженедельно по средам в 19.00 на телеканале «Планета ТВ». Повтор программы в записи можно увидеть на телеканале «Планета ТВ» каждую пятницу в 8 часов 5 минут. Также запись программы вы можете увидеть на страницах медиагруппы «Планета Сервис» в социальных сетях и на городском интернет-портале. Связывайтесь с нами по телефону 2-4197 или по адресу электронной почты панорама-недели собакамail.ru. Я, Надежда Нестерова, на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире! В Горно-Алтайске в ближайшую неделю ожидается повышение температуры. В четверг ясно. Температура воздуха ночью минус 21, днем 11. В пятницу малооблачно. Ночью минус 16, днем минус 5. В субботу пасмурно, небольшой снег. Ночью минус 6, днем 0. В воскресенье малооблачно. Ночью минус 10, днем минус 4. В понедельник облачно, ночью минус 11, днем минус 1. В вторник малооблачно, снег. Ночью минус 11, днем минус 5. В среду малооблачно, ночью минус 13, днем минус 5. Медиагруппа Планета Сервис желает вам хорошего настроения в любую погоду. Берегите себя, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин